Путин 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 болтовнёй своей, Арабия научит их, я Ходорковскому, как говорить, мокрушники, там 72 трупа. Они будут пытаться взять ту энергию, которая вышла из-под контроля Зюганова после того, как он пообщался с Путиным, свои руки. Это самый худший вариант, который не приходил в голову Кириенко, всем этим большим, умным и так далее. Не дремлет Антанта. А здесь желающих... Нет, уже всё, поехали эмиссары, выделены деньги. Бортников нас слышит, надеюсь, Александр Васильевич. Он честный человек, я его хорошо знаю, но по рассказам общих знакомых происходит то, чего Кремль боялся больше всего. И чего боится Владимир Владимирович Путин, если верить выступлению господина Павловского на Эхо Москвы два дня назад, который сказал, Путин боится революции. Оно, конечно, Павловский самый умный, кто ж спорит, но бояться есть чего. Дальше он сказал, что если Зюганов не начнет реально добиваться улучшения положения людей и не добьются, прежде всего, отмены пенсионной реформы, то этого добьются, как он выразится, другая сила. И он добавил «сила уличная». А уж организовать эту самую уличную силу такие, как Ходорковский, на его взгляд, сумеют. Дальше он добавил много нелицеприятных, более того, оскорбительных слов в адрес таких, как Ходорковский, но я их повторять понятно не буду. И лично Караулов считает подобное развитие ситуации крайне нежелательным. Впрочем, это я сильно смягчил. Он опять же выражался куда более жестко. Но об этом лучше посмотреть в указанном ролике. Что здесь можно сказать? Больше всего меня в словах Караулова заинтересовало то, что Кремль и лично Кириенко совершенно не ожидали в таком развитии ситуации. И здесь мне только в очередной раз остается повторить то, что я уже говорил на наших каналах много раз. В условиях все растущей социальной активности пытаться подавить эту активность силой это даже не тушить пожар бензином, а тушить его напалмом. И мы сейчас наглядно видим, как этот пожар разгорается. И да, я согласен с Карауловым, этот пожар вполне может стать пожаром революционным. Мы в очередной раз видим, что номенклатура не отдает себе отчета, что она играет с огнем. И самое главное, что она вот-вот доиграется. Вера Путина и компании в то, что если они пересажают, скомпрометируют, выдавят за границу лидеров оппозиции, то их власти ничего не будет угрожать. Это наивная вера. Свято место пусто не бывает, как известно. И в условиях все растущей социальной активности они, убрав одних лидеров, мгновенно получат на их место других. Это еще полбеды. Самое главное здесь, что на место старых лидеров не просто придут новые лидеры, а на это место придут другие лидеры. То есть лидеры, готовые действовать в условиях закручивания гаек и, если понадобится, действовать нелегальными методами. Я, во всяком случае, пока представить себе не могу, что Навального, что Платошкина, не говоря уже о Зюганове, в роли организатора действий нелегальными методами. А вот Ходорковского почему-то могу. Равно, как ясно и еще одно. Политика закручивания гаек в условиях господства высоких технологий способна выдвинуть таких лидеров, перед которыми даже Ходорковский кругом покажется белым и пушистым. Это закономерно. Более того, очень закономерно. Уже говорил, я являюсь сторонником ноосферного мировоззрения. А оно исходит из того, что в социальных процессах действует закон синитроба. Или, как сейчас его начала уже называть официально современная наука, закон техногуманитарного баланса. Правда, наука еще не считает доказанным этот закон в полной мере. Поэтому академик Назаритян также часто называл ее гипотезой техногуманитарного баланса. Но ноосферное мировоззрение считает его доказанным вполне и доказанным давно. Но оно выконспирологическое. И о нем так просто не почитаешь. Но я уже начал рассказ об этом мировоззрении в цикле моих роликов о моем научно-фантастическом романе «Темное пламя». Первый ролик будет на конечной заставке. Плейлист «Темное пламя» также будет на ней. Правда, до рассказа о данном законе я в этом цикле еще не дошел. Сейчас я рассказываю о том, что с позиции ноосферного мировоззрения нет смерти. О том, что с позиции ноосферного мировоззрения наша с вами смерть – физическая смерть. Это не конец всего. И далеко еще не конец всего. Ноосферное мировоззрение строится на реинкарнации. И строится оно на ней на научной основе, а не на религиозной. И, думаю, об этом тоже важно рассказать. Правда, в первых роликах, понятно, я об этом тоже еще не рассказываю. Они у меня вводные. И цикл вообще этот, думаю, будет большим. Более того, я роликов уже и на данный момент снял довольно приличное количество. И с ними в данном плейлисте можно ознакомиться. Но, думаю, дальше я обязательно расскажу и о законе Синедропа. К тому же, кто хочет узнать подробнее об этом законе уже сейчас, я бы рекомендовал прочесть монографию Академика Назаритина. Лучше зачитаю ее название, оно длинное. «Нелинейное будущее. Мегаистория, синергетика, культурная антропология и психология в глобальном прогнозировании». И жаль, конечно, что об этом законе очевидно. не знает высший эшелон номенклатуры. Знали бы, они бы постереглись закручивать гайки. То, что данный закон уже начинает работать, сейчас, на мой взгляд, видно невооруженным глазом. Публикации гудков «Зреет бунт» мы уже рассмотрели. А то, что, на его взгляд, способно стать детонатором, способным вызвать этот самый бунт. По его мнению, этим может стать появление новых приморских партизан. Но детально об этом лучше почитать или посмотреть видео-версии указанной публикации. Сознательная же работа в данном направлении, да еще подкрепленная очень большими деньгами со стороны таких, как Ходорковский, способна дать куда больший эффект. Точнее, намного и очень намного больше эффекта, чем появление новых приморских партизан. И по всему номенклатуре пора одуматься и прекратить политику закручивания гаек. Резьбу сорвет. И сорвет гораздо раньше, чем им кажется. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok